Добрый день, дорогие наши зрители! В эфире сегодня опять наш ютуб-канал, который называется «Русская икона показывает Андрей Болгарьев». И снова мы с Андреем Кириковым. Тема нашей сегодняшней передачи будет «Редкости». Если вы помните, предыдущую нашу передачу с Андреем мы завершили тем, что я взял со стола створку от склада, которая, в общем-то, была уникальна, и которой Андрей сказал, что больше никого нет. Вот по поводу «Больше никого нет». Давай мы с тобой, может быть, поговорим о коллекционировании вообще. Расскажи, как ты себе этот процесс представляешь? Да. Весьма глубокий вопрос. Вообще, у меня есть такое представление, что каждый человек в душе коллекционер. Другое дело в том, что он коллекционирует. Как мы знаем из школьного учебника «История», на заре человечество делилось на беру собирателей и охотников. Ну, соответственно, преобладающему образу... Семьи девицы еще были? Да. Нет, это все было собирательным сначала. Так вот, согласно превалирующему образу жизни. При этом, вот когда у меня в голове возникает собирательство, как таковое слово, то ассоциации у меня следующие – это структура, система. Когда охотник – это азарт, погоня за чем-либо, удача. Так вот, в коллекционировании, как таковое, сочетаются эти две ипостаси. Причем в разных пропорциях. Мое наблюдение свидетельствует о том, что многие люди начинали что-либо коллекционировать, затем заканчивали. Как правило, в раннем детстве это происходило. Но если человек берется что-либо собирать уже в зрелом возрасте, то в его подходе к делу превалирует то одна, то другая ипостась, то система, то погоня за удачей. И, опять же, на начальном этапе коллекционирования, как правило, люди начинают гоняться за раритетами, за этими предметами, которых мало или которых нет вообще. И только зрелость дает способность к созерцанию, к структуре системы. К созданию систематической коллекции. Совершенно верно. Но, повторюсь, что собирать эспорт коллекционирование – это удел каждого. Что называется, не рано начинать ни в каком возрасте. Но вот то, что мы уже проходили, сезонская кона – это системная коллекция совершенно. А гуслица – системная коллекция. Но пластик-то вообще системный. Совершенно верно. Пластика – это большое количество однотипных. Каждая икона уникальна, а пластика, как и монеты, она повторяется. Много. Да, совершенно верно. Правда, то, что мы здесь видим, я такого-то по большей части никогда и не видел. Да, но мы сейчас тогда очень кратенько поговорим о том, что лежит на столе. Это, конечно, не все. Это вот то, что попалось под руку перед вашим приконом. Предлагаю рассмотреть следующий предмет. Икона «Покров и предстоит Богородица». Эта икона не уникальна, но достаточно витка. И, так сказать, в ценовом выражении не из дешевых. Вторая икона – тоже «Покров и предстоит Богородица». Внешне иконы отличаются мало. Особенность и отличие заключаются во внутренней рамке. На первой иконе – это веревочка. Веревочка тут просто. Да, здесь просто. Совершенно верно. Ну и, собственно говоря, первая икона, она более эмалированная, нежели чем вторая. У них совершенно одинаковый орнамент по кромке. Тоже некий цветочный орнамент. И, к удивлению, возникает еще одна икона. Алексий Митрополит Московский. Но вот эту икону я бы никогда не видел. Совершенно верно. Эта икона существует единственным экземпляром. То есть я не знаю ни в одной коллекции такой иконы. Вот. Причем мы понимаем, что эта икона, совершенно верно, создана на основе модели иконы покрова. Так вот, данная икона является нередкой, а является уникальной. Собственно, две предшествующие я привел для того, чтобы обозначить связь этих предметов. Следующий предмет это икона князей Константина и Владимира. Тоже редкая. Да, это очень редкая икона. И, соответственно, дорогая. В данном случае их две. Отличия. Это фона. В первом случае фон гладкий. Гладкий, наверное, другой гладкий, да. Во втором случае фон контррельетный. Есть третий вариант этого предмета. У меня его нет в коллекции. Это с рельефным фоном. Такой же цветочный орнамент, как и вот в этой, но только рельефный. Вот это одна из задач на какое-то ближайшее время. Найти такой. Найти такой. В этом случае вопрос с этими предметами будет закрыт. Будет закрыт, да. Кстати, говоря по поводу этих предметов. Эти предметы по-разному датируются. Ну, обычно, как тут 19-го, начало 20-го века. Есть версия, что эти предметы могли быть созданы или коронацией Николая II, или к 300-летию дома Армановых. Почему? Второе более очевидно. Но Константин и Владимир это главные православные князья, Константин. Это царь, имеется в виду, Константин? Да. То есть это в идее русской монархии, Москвы Третьего Рима, совершенно верно. 300-летия династии, да? Вот так вот. Да. Ну, а никаких очевидных свидетельств по этому поводу нет. Я вот не помню, чтобы эта идея была заложена в другую продукцию, которая была достаточно распространена на коронацию, на 303-й дом Романов сделывались огромное количество различных икон, ну, других вещей, там, каких-то фотоальбомов, бюстов, стаканов и так далее. Но там, как правило, все были исключительно русские представители либо династии. Я не помню, чтобы была отсылка просто к Константину Великому к моменту 3014-му году, к моменту учреждения христианства как государственной религии Византии. Вот такой далекий отсылка я просто не помню. Но вообще-то, говорят, в торобляческой пластике такая отсылка существует. Есть такой сюжет Константина и Елена. Есть. Вот. Да, так сказать, это отсылка к... Но он же не связан с 303-м домом? Он не связан, да. Но то, что Константин как святой, присутствующий в сонме святых наших старобрядцев, он присутствует. То есть есть. Вот. Повторюсь, на старобрядческие корни этого предмета указывают буквально все, в том числе спасли рукотворные в верхней части. Но датировка, поэтому не будем особенно заморачиваться. Но второбляции к моменту коронации Николая Второго совершенно не знали, что это царь, который примет указ о веротерпимости, откроется печатный алтарин церквей, они не могли... Коронации нет, а к 300-летию да. То есть такое, вполне возможно. следующее предметы, которые я хотел показать, это Никита побивающий беса, иногда Никита бесогон. Сколько экземпляров такой иконы существует? меньше пяти. Икона, по-видимому, 18 века, может быть, начало 18 века. То есть это тоже, так сказать, уникальный можно считать предмет. Предмет, который существует также, в единственном экземпляре, кириклюрита. перед иконой спасли рукотворного. Сам этот сюжет в минной пластике достаточно распространен, кириклюрита, но она другая. Совершенно верно. Другая. Вот эта иконография, то есть вот это в единственном экземпляре. Причем похоже, что это предмет ранее. То есть по крайней мере это 18 века. А что за желтая эмаль такая? Это желтая эмаль. Да. То есть на какой-то уичем цвет? Да. Причем старая, она может быть и следующий любопытный предмет. Круглая иконка распятия Христова. В нижней части под крестом мы видим двух архангелов. Скачет крылья прекрасно видно. Это то, что мы видим на лицевой стороне этой иконы. Это спаса, то есть распятия Христова. обычно сопровождается оборотом в виде змея подобной композиции. Это змеевики так называют очень ранние вещи. Да. То есть это Киевская Русь и Византия. Византия и Киевская Русь. Так вот на обороте этой иконы написано Господи помоги рабу своему Феодору. То бишь задняя часть была в виде головы минус гормона как правило здесь удалена каким-то образом. Точнее на модели скорее всего потому что надпись она летает. таки. То есть это некий спецзаказ был. Странно что не выигрывали что намного дешевле было а сделали форму которую отлили в единственном экземпляре потому что наверное для Феодора ее и сделали для совершенно верно. То есть это какой-то князь наверное. Я могу сказать о том что датировка это 12-13 век первое был один святой Печорский Феодор. Вот я слишком смел и гипотеза поэтому не буду ее развивать. Но предметы это действительно интересно. очень интересно конечно. 12-13 век это 1100 1200 года. У нас сейчас 21 это предмет тысячи лет. Вот он тысяча. Следующий предмет Богоматери Дегитрия замечательный предмет понятно то что существует в единственном экземпляре предмет который скорее всего датируется рубежом 17-18 века и собрание Игоря Алексеевича Солотенко замечательного художника русского. Мы видим что фана иконы и нимб Богоматери гладенца украшены орнаментом имитирующим басма. Басма это такая серебряная пластинка специальная изготовленная которой раньше украшали иконы потом басма была заменена окладом то есть это тонкое серебро которое набивалось так скажем серебро очень пластичный металл его можно набить на какую-то форму останется рельеф вот кстати басманный суд басманный переулок это как раз район Москвы где жили мастера которые делали басму да обращать внимание такая здесь вот так понятно что это имитация басмы то есть басма она в 18 веке еще была но уже ее было мало а в 19 веке ее уже практически не было только на тех иконах которые специально имитировали древние иконы то есть басма это на самом деле 17 век там ну 18 век тоже но 17 век там и раньше да массивная очень отливка толстая отливка вот следующая интересная икона такая четырехчастная икона я уже не понимаю потому что таких икон достаточно много по типу по типу но вряд ли данного типа медлит ты про медлит и это есть же это достаточно древние иконы по поводу датировки к сожалению я не могу ничего сказать но это не 19 значит нет конечно нет конечно да значит дело в том что мнение по поводу датировки этого предмета распадаются вообще если руководствоваться иконографическими признаками то мы видим что извод и богоматери и Георгия Победоноса и Бесогона весьма древний возможно эта отливка была с некой каменной иконы обращать внимание и то что оглавие предмета предполагает отношения да конечно он предполагает отношения но это тоже древний тип вот ну если касаться моего личного мнения то я думаю что этот предмет близкий к 16 веку а вот но здесь у меня нет никакой уверенности кстати нет уверенности оборот иконы вот явно показывает то что это измеренной формы и повторить его могли пластик все-таки предмет тиражный в какое-либо позднее время но тем не менее предмет кстати вот данный известен двух экземпляров у меня и у моего большого друга и весьма значительного умного и системного коллекционера Василия Николаевича Бережкова вот следующий предмет такая многочастная икона верхний регистр распятия Христова справа от него благовещение слева воскресение сошествия вау в нижнем регистре большое количество поясных святых по поводу латировки этой иконы возникают те же вопросы как по поводу предшествующего то есть оборот показан то есть видно что это земляная форма и перелитый этот предмет может быть в позднее время вот в основе конечно иконографии все это древнее это тот случай когда пишут ну скажем так 18 век по иконографии 16 вот значит интересное вид интересный вид этой иконы был это так лет 10 тому назад дело в том что икона была покрыта полиментом и было наружен золото то есть полимент это то на что золото кладут красный такой глина фактически ну глина да вот вот иконы они золото положены не на доску не на левказ а вот именно полимент да значит так вот ну к моменту ее приобретения я не снимал он сохранился фрагментарно а вот а затем почему-то сам высыпался а вот то есть вот такая вот такой предмет следующий любопытный предмет не сказать что это что-то изрядов выходящее это каменный крест корсунчик так называемый корсунский крест да корсунский в обойме серебряный то есть он полностью сохранен вместе и облавят то есть идеальная сохранность в том числе боковые проволочки с жемчугом сохранились но на самом деле чем он любопытен для меня вообще-то это не настоящий корсунский крест настоящий корсунские кресты они как правило древние там 12 века а вот это ярославский крест то есть в Ярославле это 17 века имитировали каменные корсунские кресты кстати говоря корсунские кресты изначально были каменные по оконечности креста всегда были серебряные обоймы вот в Ярославле 18 веке повторили этот облик здесь немножко другие пропорции но смысл тот же самый но здесь поражает идеальная сохранность сохранились даже гранаты какие-то еще камни именно а корсунь это то место Херсонес Крым где было принято крещение князя Владимира ну соответственно Русь крестилась именно из корсуна а вот еще две иконы достаточно крупные Андрюша помоги пожалуйста да вот но это не полный диисус совершенно верно не хватает еще одной иконы с Божьей Матерью которая обращена думаю что вот значимость этих предметов к сожалению может оценить наверное тот человек кто занимается ими то есть кто коллекционирует особенность этих предметов вообще вот диисусные чины в медном лите на трех иконах они встречаются в сборе встречаются очень редко к правилу их сложно собрать у них совершенно другой орнамент по полям по фонам здесь совершенно другая очень такая архаичная иконография этих предметов но понятно что эти иконы не древние но встречаются такие предметы именно с такими орнаментами кстати говоря декорирование опять эмалью абсолютно одинаково таких предметов то есть других цветов не бывает а вот предметы очень редкие ни одного диисуса в сборе то есть всех трех икон я не знаю то есть у всех коллекционеров есть только одна-две иконы совершенно верно а штук-три ни у кого нет совершенно верно вот и центр которому принадлежат эти предметы выявить не удалось до сих пор то есть кто это делал непонятно неизвестно хотя предметы высочайшего уровня вот весьма архаично выглядел но в такой коллекции такого в твоей коллекции такого состояния предметов-то особо и нет то есть это действительно видимо очень редкие предметы что-то такие потертые предметы включил в коллекцию да да продолжаем да да это икона казанской божьей матери с предстоящими Ахариевом Габриевом да и совок на верхней части оклад мы видим Санкт-Петербургской работы 1850 какого-то года снимаем оклад кстати весьма затейливая работа ну скаль скаль ферн и вот это вот тоже интересно хирургим укладные вот это вот это технология называется скаль а вот эти шарики называется зерн это такой способ украшения ювелирная работа достаточно тонкая и дорогая и вообще оклад хорошо сделан вот это вот литые изображения хирургима здесь то есть все вот это удорожает оклад делает его более многодельным тут несколько технологий применено вот в этом окладе поэтому хорошая работа конечно конечно вы спросите причем здесь оклад причем здесь икона когда речь идет о русском медном литье тем не менее мы видим что средник с изображением Божьей Матери он оказывается вынимается пытаемся это сделать вынули Казанская Представь Богородица написана на медно-литой иконе Иисус Христос с Иисусным чином фактически и множество святых это икона 16 века она редкая? это то что иногда характеризуется термином невиданное невиданное да а почему да интересный очень Иисус очень интересный почему что заставило человека вот так сделать для чего ему нужно было писать икону Богородицы на старой пластике и вставлять ее в доску вообще зачем все это затеют ну да совершенно верно кажется что идея то есть затея бессмысленная за исключением одного случая если человек хотел спрятать вот то что спрятать? да от кого? что является оборотом не знаю то есть это настолько почитаемая была икона что ее нужно было спрятать интересный вообще тайник я с таким не встречался ну то есть видимо для того кто это делал эта икона представляла какую-то огромную ценность потому что вся эта затея обошлась за большие деньги вот такой вот оклад соорудить это это дорого да причем мы понимаем функциональность то есть оклад придерживает икону не дает и выпасть то есть удивительный ряд то есть ты показал ну это да слушай тогда вот есть несколько вопросов если можно какая вероятность вот собирая пластику найти какой-нибудь предмет который никто никогда не видел такая вероятность есть? есть опять же значит здесь есть две стороны медали первое таким суперлегким невиданным как говорят предметом может быть какая-то деталь во вполне многочисленной форме литейной то есть то есть завиток обычно направо а здесь завиток наверно ну это эзматический эзматический принцип да такое может быть встретить в процессе собирательства вот предметы подобные вот этим по случаю это сейчас удастся вряд ли как правило такого рода предметы они очень легко оцениваются сейчас очень развит интернет вот я не представляю как это можно оценить сколько это стоит если она одна да вот сколько для того как оценивать смотрит проход ты хочешь услышать про реальные деньги не хочу ничего слышать просто ну как оценивается то есть если есть проход какой-то подобного рода икона то мы можем посмотреть проход там она была продана за 10 тысяч рублей и понять что скорее всего она стоит там 10 тысяч рублей и там плюс и плюс когда такой иконы нет вообще то сколько она должна стоить да может быть много но я хотел тебе напомнить еще об одном кресте про который мы должны сказать и его показать в итоге тот который принялся снимать с стены да вот этот крест да это крест медно-литой размером 52 сантиметра это самый крупный крест из всех отлитых это мы видели царь складень это царь крест вот этот крест интересен тем что ну во-первых он очень редок во-вторых с он украшен эмарию вот не полностью конечно но значит нимбы Иисуса Христа спасания рукотворного и бортик с орнаментом тоже покрытый марио то есть таких практически нет но самое интересное еще обратить внимание по левую и правую сторону креста предстоящие которые встречаются во множестве наверняка ты их видел не разу а вот причем именно мой добрый друг Василий Бережков первым сказал что они относятся к этому кресту совершенно верно а почему так почему предстоящих много а крестов вообще нет вот это одна из то есть он вычислил пропорции просто померил линейки этих предстоящих размеры фигуры христа и сравнил с пропорциями фигур святых на поморских крестиках с предстоящими так сказать они совершенно идентичны а вот сейчас конечно люди покупают эти одеты предстоящие ставят их другим крестам ну хотя бы тем которые мы видели до того так называемым латгальским а вот который размер 42 сантиметра они на 10 сантиметров ниже то есть меньше вот этого вот значит и но на самом деле нет это то есть фигуры предстоящих именно вот этого креста раз уже такая передача которая говорит не столько о предметах только о коллекционерных предметах все-таки расскажи пожалуйста как определяется ценность в методе литой пластики то есть что вот размеры завитки ну понятно что если вот есть какой-то уникальный сюжет то это что-то интересное про редкость расскажи пожалуйста как она и так к сожалению по этому плоду я должен сказать что стоимость редкость предмета меняется это меняется в процессе то есть на протяжении какого достаточно длинного промежутка времени подхода к коллекционированию так сказать и общественный интерес каким-либо предметом меняется в свое время когда я начинал коллекционировать господствующим был именно мумизматический подход к этому сейчас подход несколько и мой люди предпочитают приобретать предметы в идеальном состоянии вот не притертые с хорошей гаммой эмали то есть просто красивые совершенно верно то есть вот этот нумизматический подход он уходит и место занимает просто красиво но нумизматический подход предполагает достаточно серьезную увлеченность процесса то есть ты должен каждый предмет изучать сравнивать понимать чем он отличается от другого и понять это может только такой же специалист да я бы так сказал это старая школа это старая школа если ты просто берешь красивый предмет то он понятен всем что он красивый и собственно говоря что тебе еще надо то есть но такой подход конечно предполагает намного менее меньшую включенность в то что ты делаешь да но уникальные предметы ценились всегда ну это понятно уникальные они и есть уникальные вот послушай у меня просто у самого был случай такой когда когда я не смог понять что за предмет и ни у кого не смог спросить а предмет был очень интересным и главное можно было интересно только потому что он был полтора сантиметра больше чем обычно вот медленно-литой пластики вот расскажи пожалуйста то есть как размер влияет кстати почему они разных размеров вот эти с одной отливки кстати говоря я собираюсь заказать себе майку с надписью если хочешь что-либо узнать о пластике спроси меня вот ну по поводу вот линейного расширения металла при заливке это известно скажи скажи значит каждое последующее то есть некоторые предметы иконы естественно без эмали ну я могу показать так сказать на словах расскажи могут стать моделями или быть моделями для производства последующих предметов то есть с этой модели делается отиск получается форма модель это отличается тем как правило хорошо заполированные все боковые части чтобы она легко вынималась с формы это поскольку это модель не просто это первая модель то обработка стихелем его видно стихель резец и так далее то есть вот такие детали то есть в ручном режиме было получено делается оттиск получается форма в форму заливается металл горячий и когда металл застывает он теряет в линейных размерах это закон это простая физика то есть каждая последующая отливка является меньше предшествующей не понял а какая разница последующая отливка с новой формой дело то что формы они недолговечны и поэтому брали да совершенно верно следующий предмет мог стать моделью чем больше икона тем раньше да но хотя кстати говоря нет ничего очевидного вот не всегда так получается то есть если икона на полтора сантиметра больше чем известная то это значит что это какая-то очень древняя икона с которой много раз отливали но полтора сантиметра для такой икона это много для такой это тоже много полтора сантиметра но я не думаю что так сказать это все равно это в пределах 100-150 лет на полтора сантиметра не могла икона уменьшиться даже при большом количестве итераций по переливке вот мне кажется просто большего размера была модель кстати такое случается вот мы видели иконы больше формат и успения они такого среднестатистического размера но опять у моего хорошего друга одного есть икона она 29 сантиметров они по-моему да я точно помню так вот она больше как раз сантиметра на полтора нежели чем это успеть и я не берусь объяснить откуда это взялось так вот эти вот моменты они как-то влияют на интерес к предмету размер допустим вот у меня бы не повлиял у тебя не повлиял да а по поводу редких эмалей скажи что-нибудь еще розовый красный вишневый какие-то еще есть для меня лично это тоже не имеет значения для меня для меня больше имеет значение как правильно разложена эмаль насколько гармонично то есть важно конечно это все-таки вкусовщина кому-то так понравится кому-то так понравится а наличие красной эмали это прям четкий есть или нет нет красная эмаль это тугоклавка эмаль насколько мы знаем а вот действительно ее сложно положить все остальные эмали в этот момент они должны просто слиться совершенно верно потому что температура половины у них разная да это так сказать процесс ее наложения сложный поэтому собственно говоря по-видимому они редкие да вот но опять для меня больше большое значение имеет именно эстетика отливка первая отливка то есть качество самого лития да незведь чем уже как а эмали это уже второсипед теперь ну сейчас среди коллекционеров все-таки ну может не таких системных как ты или там бережков но все-таки именно вот красота то есть то зачем гоняется это 6 эмали вот кстати по поводу 6 эмали существует ли какое максимальное количество эмали для кого-нибудь 9 6 эмали это 6 цветов эмали да но у меня есть предмет там где 9 цветов эмали может быть существует и больше понятно ну вот как бы 6 эмали считается полноцветным но может быть 5 эмали но это ты правильно сказал дело вкуса опять так сказать природа отношения к предмету у нас меняется со временем вот сейчас мне больше нравится геометрическое как бы разложение эмали по предмету вот не пега пусть в этом пегом разложение эмали будет даже 20 цветов то есть это так и останется пеги а вот а геометрия это всегда структура то есть ты хочешь сказать что те мистера которые изготавливали медную пластику которые декорировали украшали они все равно как-то творческий подход свой в этом проявляли да да должны по крайней мере быть проявлены подходы ну собственно говоря мы сегодня проговорили не только по предметам но и про сам процесс коллекционирования большое спасибо Андрей тебе за наш с тобой беседы подписывайтесь на наш ютуб канал я думаю что мы будем вам рассказывать еще об иконах о всем то что с иконами связаны я думаю что это будет вам интересно задавайте свои вопросы мы постараемся на них ответить спасибо всем добром спасибо Продолжение следует...